Магические свойства головных уборов. Многие с детства помнят примету «нельзя крутить на пальце шапку», «голова заболит». Если хотя бы раз такое случится, то даже для несуеверного человека будет повод задуматься о том, что народные поверья – это не фантазии и самовнушения, а опыт, который не случайно передавался из поколения в поколение. Голова отвечает за желания, мысли, намерения и является самым энергетическим центром. Поэтому к приметам, связанных с головными уборами, люди издавна относились с уважением и старались соблюдать. При толковании примет важно знать, при каких обстоятельствах человек потерял или приобрел головной убор. Важно! Потеря шапки редко считается хорошим знаком и во многих случаях служит предупреждением об опасности. Самое распространенное толкование – если человек потерял шапку, скоро он потеряет голову от любви. Это означает, что следует держать свои чувства и разум под контролем. Если шапку уронили на землю, стоит ждать появления человека, которому придется подчиняться или прислуживать. Шапка, упавшая на пол, предвещает близкую судьбоносную встречу. Если шапка слетела от удара или сильного движения головы, скоро вас ожидает неожиданное знакомство с человеком, который способен полностью изменить вашу жизнь, но впоследствии это знакомство окажется не к добру. Если человек не потерял шапку, а случайно забыл в чужом доме, в общественном месте в транспорте приметы говорят следующее. Холостяка, забывшего шапку в гостях, ждет бесконечная череда новых любовных увлечений. Для женатого мужчины существует вероятность коротких романов на стороне. Для пожилых мужчин оставленная шапка может говорить об ухудшении здоровья. Для замужней дамы забытый головной убор служит предупреждением о семейных неприятностях. Для девушки грозит разрывом с любимым. Если шапку украли, это означает, что человека настигло заслуженное наказание за прошлые поступки, а также служит предупреждением о более крупных неприятностях и разочаровании в родных или близких. Если шапку сорвали с головы, есть риск попасть в зависимое и унизительное положение от недоброжелателя. Если шапку украли при большом скоплении людей, возможны болезни кого-то из членов семьи. Эзотерики считают, что надевая чужие личные вещи, мы берем на себя часть чужого биополя. Если человек находит чью-то шапку, он рискует приобрести головные боли ее предыдущего владельца, потому главное не примерять найденные вещи. Если женщина обнаружила морской головной убор, это предвещает неприятности в любовных делах. Мужчина, нашедший женский головной убор, имеет риск подсознательно принять особенности женского поведения, стать боязливым, капризным и слабым. Если вы собираетесь купить шапку, желательно приобретайте вещь у человека такого же пола, и возраста. Важно правильно выбрать день покупки, хорошо, если это будет день недели, в которой вы родились. Нужно обязательно постирать купленную шапку, чтобы избавиться от посторонней энергетики. Головной убор не рекомендуется давать примерять посторонним людям. Что нельзя делать с шапкой? По народным поверьям, чтобы избежать неприятностей, нельзя вертеть шапку в руках к мигрени. Не оставляйте шапку на столе, это чревато головной болью. Никогда не примеряйте шапку человек, который недавно болел. Можно забрать чужую хворь. Нельзя меняться головным убором с мужем или женой к обидам. Не стоит надевать одну и ту же шапку разным членам семьи. К ссорам.